Хорошо? Да, хорошо. Свободное время. Сегодня вечером. Да? Первый день. Продолжай! Эй, они говорят, что у меня. Hello, подписчики! Кнопка подписаться, делаем красную кнопку серой, ставим колокольчик и смотрим новые влоги. Влад, ты уже перешел на третий курс. В общем, можешь себе представить, что мы уже третьекурсники? Ну да, на самом деле, время летит очень быстро. И казалось, я только помню, как мы заходили. Врахманиевский зал нам вручали вот эти вот студенческие. И казалось, вот-вот только вот та самая студенческая жизнь в консерватории, про которую ты говоришь во влогах, начнется. А уже так получается, что она уже заканчивается по сути. Сейчас третий курс, четвертый, пятый так же быстро пролетит. Прочитай, половина прошла. Поэтому, да. Расскажи про поступление в консерваторию. Что для тебя было самым сложным? Что легким? Вообще, в принципе, твои впечатления о поступлении? Вообще, поступление было очень странным. Ну, в плане, нет, я вообще не переживал и не волновался. Я к каждому экзамену абсолютно спокойно приходил, как бы готовым. И у меня не было вот этого вот внутреннего волнения и не было тремора рук. Потому что я приходил там, кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то воду вот так вот захлебил. Просто пытался успокоиться со своим волнением. Потому что мы тогда еще друг друга не знали и только присматривались друг к другу. И мне казался этот контингент очень, очень разным. То есть, я говорю, кто-то плачет, кто-то просто истерически смеется. И очень мало людей, кто именно прям вот просто спокойно стояли, ждали своей очереди. Поэтому для меня не было вообще ничего трудного. Только потому, что я, в принципе, априори никогда не переживаю. Я пришел, что первым у нас была специальность. Ну, специальность там, что просто находишь, играешь. Коллокриум. Коллокриум. Ну, тоже я зашел, мне задали два вопроса. Какая самая известная новелета Шумана, сколько всего новелета Шумана. Я ответил и все вышло. Единственное, да, где немножечко я начал волноваться. Это сольфеджио. Потому что, ну, просто само слово сольфеджио тебя уже начинает пригореть немножечко. Поэтому, но опять же, когда я захожу в класс, ну, все, я успокаиваюсь. Я вижу людей. Потому что ты знаешь, как работает, мне кажется, я как маньяк психологический. То есть я захожу, если я вижу человека, я понимаю, что я могу с ним взаимодействовать. Даже несмотря на то, что ты экзаменом, мне кажется, что я смогу построить комфортную для себя ауру. Ты коммуникабельный просто очень человек. Влад, вот многие думают, что закончив центральную музыкальную школу или училище при консерватории, ты автоматически поступаешь в консерваторию. Я хотела развеять этот миф. И вот что ты скажешь на этот счет, ведь ты сам закончил ЦМШ. Да, я закончил ЦМШ, и никто меня автоматически сюда не взял. Я не пришел, не отдал документы, мне не сказали, все, мы вас берем, потому что вы из ЦМШ. На самом деле ЦМШ всегда отличалась сильной программой в плане и образовательной, и музыкальной. Поэтому там очень сильно готовят именно к поступлению в консерваторию, рассказывают, что так будет. Но чтобы именно автоматически, такого никогда не было. И, скорее всего, просто ребята из ЦМШ, они сильнее готовы. Точнее, не сильнее, а лучше. Хотя, опять же, я не учился ни в Мессинке, ни в Шахановке, ни в Мерзляковке. Я не могу сказать, кто лучше подготовлен. Все-таки это зависит от каждого индивидуально, как ты готовишься. И поэтому все в ваших руках. Я также пришел из ЦМШ. Мне педагог из ЦМШ посоветовал педагога консерватории. Я пришел, пошел на консультацию, позанимался. Мне сказали, на чем работать. Также готовился к остальным экзаменам, к русскому, к литературе, к аллоговому. И все. Ну, то есть, это миф, правда? Потому что, действительно, многие думают, что автоматом берут, а вот ребята, которые приезжают из других городов, они не поступают, потому что нас берут якобы автоматически. Да нет, также может и человек с ЦМШ прийти, слететь и взять, и возьмут человека другого, там, из, не знаю, вообще, из далекого-далекого города, который никто не знает. Он будет играть лучше, он будет готов лучше ко всем экзаменам. Поэтому, конечно, такого нет, чтобы ты пришел из ЦМШ, и вот все тебе. Вся консерватория открыта, привилегии. Ты там еще после того, как закончишь консерваторию ректором, станешь такого нет, нет, это миф. Как поменялась твоя жизнь после поступления в консерваторию? Больше самостоятельности, да и все, наверное. Ну, я говорю, перестали относиться к тебе, как вот к этому ребенку, потому что в школе тебя уже, ты уже совершеннолетний, ты ходишь также там на уроки, и тебя все равно трясут, почему ты тут. Контроль, да. И это и здорово, ты учишься самостоятельности, ты сам выбираешь тот путь, по которому ты идешь, либо ты бездельничаешь, либо ты действительно стремишься, не спишь, занимаешься и идешь к своей цели, либо ты, грубо говоря, ничего не делаешь, а просто в бахетте сидишь там. А ты сам как поменялся за эти два года? Ты чувствуешь вообще в себе изменения? Я очень сильно поменялся, появилась серьезность, ушла инфантильность. Но она все равно у меня остается еще, потому что я все равно не хочу терять ребенка внутри себя. Я также буду веселиться в какие-то моменты, но уже не так сильно и не так много, как раньше. Поэтому да, действительно появилась вот эта вот серьезность, самостоятельность, которую я так жаждал, которую я очень хотел. А в основном, что у нас может поменяться? Ничего, мы так же сидим, занимаемся, просто обстановка вокруг меняется. Мне интересно, за два года обучения здесь было ли для тебя что-то сложным? Вообще, в принципе, обучение в консерватории является сложным, потому что для многих, как и для меня в том числе когда-то, казалось, что обучение в консерватории ужасно сложное, педагоги, весь профессорский состав консервативный, строгий, гнобят, унижают своих студентов. Так ли это? Нет, это абсолютно не так. Каждый профессор, который здесь работает, он полон профессионализма, поэтому никакой гнобежки и, не знаю, кнутом по рукам тебя никто не будет бить. Касаемо того, что что-то трудно, ну, один из, наверное, трудных предметов, это, естественно, у нас колоквиум. Наверное, один из, не один, а самый, наверное, сложный, даже труднее специальности, потому что учить такой материал, это очень, очень трудно, очень долго, не всегда есть на это время, потому что у тебя огромная программа по специальности, а ты должен успевать все, а есть еще и камерный ансамбль, да, который ты тоже должен успевать выходить со своим партнером, где-то искать его, находить классы, которые тоже невозможно достать в консерватории, поэтому тут, скорее всего, такие бытовые трудности. Ты не успеваешь позаниматься нормально в консерватории, благо сейчас я уже не буду заниматься в консерватории, потому что я приобрел себе рояль, и теперь я занимаюсь дома. Счастливый человек. Да, действительно, счастливый. Но на самом-то деле, когда ты занимаешься дома, я думаю, у каждого зрителя присуща такая проблема, то, что… Страдает работоспособность. Страдает работоспособность. Ты позанимался, там, не знаю, час, и у тебя… Чай. Чай. Ну, там, чай, или у тебя диван рядом лежит, я не знаю, видео какое-то вышло на YouTube. PlayStation, да. PlayStation, да, Hogwarts Legacy. Вот. Поэтому я говорю, наверное, скорее всего, бытовые трудности, которые… с которыми ты справляешься только со временем. Фуи. Чай. Вообще, я хотела раскрыть вот эту вот тему интересную, о личной жизни. Расскажи, вот ты бы хотел, чтобы твоя вторая половинка была из музыкальной сферы, или чтобы она не имела вообще никакого отношения к музыке и к искусству? Ну, вообще, это не имеет значения, есть везде хорошие, красивые девочки. Я не мог раньше общаться совсем с не музыкальной людьми, то есть я не мог найти с ними общие темы, общий разговор, вообще ничего не клеилось. То есть мне казалось, что они какие-то слишком статичные, обычные, мне было с ними неинтересно сейчас. Ну, хотя у меня нет в компании, как бы, людей, которые никак не связаны с музыкой. Ну, может быть, существует пару людей, и то там очень давние мои знакомые, с которыми меня действительно интересно, которых я люблю также, мои близкие, вот. Поэтому, хоть я не сказал, что не имеет никакого значения, а скорее всего, наверное, да, чтобы она была из нашего музыкального мира, потому что так, наверное, будет комфортнее. Ну, то есть она тебя, скорее всего, будет понимать, да? Потому что очень часто же бывают столкновения у двух людей, когда вот мужчины, они из музыки, и они понимают, почему у девушки столько часов занимаются, и также наоборот. Ну, да, в этом тоже есть огромный плюс. Будет комфортнее находиться, во-первых, друг с другом, да, она будет понимать, да и вообще, если это хороший исполнитель, нужно друг у друга учиться чему-то вместе, не знаю, обсуждать различные темы. А как ты думаешь, может ли это мешать? Ну, скорее всего, да, потому что конкуренция, как-никак, особенно мы, пианисты, наш мир, он состоит полностью из конкуренции. Мы такие одиночки, мы одни выходим на сцену, мы одни все делаем. Ну, то есть, у мужчины и у девушки, условно, которые создают семью, может быть конкуренция внутри их отношений? Ну, я не знаю, опять же, смотря в каком возрасте. Это зависит от многих критерий, потому что, мне кажется, ну, если вы уже состоялись оба, если у вас уже есть семья и дети, то, конечно, конкуренция на этом будет казаться вообще глупой вещью. Поэтому, если вы еще молодые такие, ну да, может быть, и будете соревноваться. Мы с тобой вот затронули эту тему конкуренции. Расскажи, ты чувствовал ее при поступлении и чувствуешь ли сейчас, когда учишься, среди достаточно известных концертирующих молодых исполнителей? Ну, при поступлении я, скорее всего, не думал даже об этом. Я думал только о том, что меня ждет абсолютно новый этап, абсолютно новые знакомства. И я, в принципе, такой человек, очень впечатлительный. И поэтому я просто ждал именно вот знакомства, всей вот этой вот жизни консерваторской. А сама конкуренция, да, она уже особенно в конце первого, начало второго курса, весь последующий второй курс, когда тем более ты начинаешь работать, когда ты начинаешь… Не начинаешь работать, потому что я работал на первом курсе, так же все делал. Да, я так же выполнял всю программу, но я начал делать выше той планки, которая просто должна быть в консерватории. То есть я начал делать больше, чем просто выучить произведение на экзамен, сдать его и все, и быть свободным. Я начал разбирать больше произведений, я начал больше интересоваться всем, интересоваться композиторами абсолютно, всем музыкальным миром. И поэтому потом, да, я уже начал чувствовать конкуренцию, начал доставлять себя на конкурсы, начал выступать, сольный концертик дал, кстати. Вот. И это заряжает, это вдохновляет. И, конечно, ты после таких моментов выходишь со сцены и думаешь, я хочу еще так же, еще следующие два часа так же выйти и сыграть. Ты не чувствуешь никакой усталости и никакого выгорания, когда у тебя настолько все отлично, когда у тебя все идет в гору, когда ты вдохновлен, и когда ты черпаешь это вдохновение практически каждый день. Да, и убиваешь по работе еще. Ну да. Но, тем не менее, вот все равно у нас учатся ребята, которые младше нас, которые нашего возраста и уже участвуют в конкурсе Чайковского, уже гастролируют по миру. И ты не сравниваешь ли себя с ними? И не чувствуешь ли себя немножко ниже или не таким успешным, как эти ребята? Я никогда не сравнивал себя абсолютно ни с кем. Я так же общаюсь со многими известными ребятами, ты так же общаешься. У нас на курсе есть известные ребята, и ты помнишь, как мы поддерживали там на том же конкурсе Рахманинова. Поэтому тут речь идет не о том, что ты сравниваешь, а о том, что ты как раз таки черпаешь вдохновение таких людей, ты разговариваешь с ними, узнаешь что-то новое, забираешь это все в свою голову и дальше работаешь. На том же конкурсе Рахманинова-Чайковского я сидел, просто у меня руки тряслись, и вот так вот я просто... Я очень сильно переживал за своих ребят, поэтому... И так же желаем, чтобы и дальше все было отлично, чтобы было больше концертов, больше всего. Ну мы, ну что, значит, работаем дальше, значит, пока так надо. И будем просто стремиться к тому, чтобы то же самое было. Или даже лучше. Итак, Блицопрос. Быстро отучаешь, да, нет? Давай. Разыгрываешь следы перед занятиями? Да. Прогуливал парой сидя в буфете? Да. Прогуливал специально, прикрываясь болезнью? Нет. Волновался на сцене до трясущихся рук? Нет. До панических атак? Нет. Оставался на ночевках в общежитии? Да. Брал класс, но не занимался в нем? Да. Думал когда-нибудь бросить музыку? Да. У тебя играл в голове попса, когда занимался специальностью? Нет. Занимался, играя параллельно в телефоне? Да. Планируешь стать известным концертирующим пианистом? Да. Думал переводиться на другой факультет? Нет. Нравится кто-нибудь с девочек в консерватории? Нет. Напевал Арии сидя дома в туалете? Нет. Поешь в душе? Нет. Выходил пьяным на сцену? Нет. Занимался больше восьми часов в день? Да. Импровизировал, забыв текст на сцене? Всегда, да? Нет. Да ладно, я тебя знаю. Чего ты? Я редко забываю о том. Да, да. Ты прогуливал спец, прикрываясь болезнью. Я решила спросить у своих подписчиков в телеграм-канале, что им бы хотелось узнать у студента консерватории, если бы они оказались рядом с ним. Очень многим интересно, как проходит наш урок по специальности. Ты можешь рассказать, как для тебя выглядит занятие с Полиной Викторовной? Беседы. О жизни, причем не только о музыке. Да, да, беседы о жизни. Полина Викторовна даже может, когда она видит, что ты какой-то поникший, подавленный, не знаю, грустный, она может просто стул перед тобой подставить и сесть, начать с тобой разговаривать, спрашивать, как у тебя дела и давать какие-то дельные советы. Если ты ей откроешься. Вот. А сам урок в плане уже профессионализма, ну, ты просто играешь в произведения, наверное, как в школах. Педагог слушает, потом высказывает какие-то моменты, на которые тебе нужно поработать. Ну, просто для тебя и для меня, мне кажется, все равно иначе выглядит, да, урок специальности. И ты можешь рассказать о своих впечатлениях, вот каким ты уходишь, каким ты приходишь на занятия. Ты, конечно, уже сказал, что ты обычно не волнуешься, но испытываешь ли это какой-то трепет или, ну, какие-то особенные чувства? Ну, Милана все-таки у нас такая, ну, девочка, тем более, вот, влоги снимает. И для нее, конечно, она черпает вдохновение. Я не знаю, если на нее перышко упадет, это вот для нее знак свыше. Поэтому Милана, да, она, в принципе, имеет свойства всему так поражаться, даже, там, не знаю, всяким мелочам, я не знаю. Вот. У меня, наверное, все-таки по-другому. Я прихожу... Делаю свою работу и ухожу. Да, я прихожу на урок, работаю, впитываю все то, что мне говорит Полина Викторовна Костя Хачкян и бегом домой, чтобы это все отрабатывать. Бывают такие моменты, когда у тебя не получается что-то, там, не знаю, ты не с твоей ноги встал. Потому что бывают такие моменты, когда ты не можешь понять, почему у тебя что-то не получается. И ты злишься на себя, и ты, тем более, хочешь быстрее это все отработать, чтобы уже потом на следующий раз принести все готовое. Вот. А так, все равно, я говорю, мы все взрослые, и большая часть специальности все-таки лежит все равно на нас, на наших занятиях. Первая часть, то Scott, тебе было один раз, да, я играли. Сколько часов ты провел в этом буфете? Два. Все, всем пока. Что ты говоришь? Место встречи неизменит. Мне кажется, у нас здесь вот происходят все и важные переговоры философские. Да, мы здесь очень часто сидим перед экзаменами. Крестное место. А можешь дать несколько дельных советов, как организовывать продуктивные самостоятельные проекты? Заниматься с головой, вникать в то, что ты делаешь, потому что это действительно помогает. Когда ты вот садишься с какой-то определенной целью, не просто вот ты поставил ноты и сел. И все, это начинаешь смотреть в ноты, начинаешь играть, параллельно там отрабатывать какие-то места. Вот ты садишься и конкретно у тебя цель есть, допустим, дойти там до реприза сегодня, не знаю, сделать репризу. Вот. И тогда это помогает. Хотела поговорить с тобой о выгорании. Был ли у тебя период, когда ты не занимался и хотел уйти из музыки навсегда, когда ты чувствовал, что это не твое и тебе это не нравится? Да, был такой период, было несколько таких периодов. И конкретно вот сейчас период, который идет, он полон какого-то вдохновения. Я не знаю, я очень постараюсь, стремлюсь, занимаюсь много, работаю. Я очень люблю саму музыку. Касаемо периода с выгоранием, да, это было в школе, это было в консерватории, скорее всего на первом курсе, потому что все равно еще много нового, ты чего-то не знаешь, чем-то ты сталкиваешься впервые. А в школе просто очень трудно было при поступлении. Очень много всего, очень большой объем программ этим нужно было сделать поступлением. И ты просто физически устаешь, а времени на отдыха нет. На отдыха нет, поэтому да, был такой период. Но я с такими периодами справляюсь достаточно легко. Я просто теряю, наверное, со всеми общения, ухожу в себя, ищу ответы на какие-то вопросы, очень много мыслей различных. Поэтому нахожусь просто наедине сам с собой и мне дополнительно. А что ты посоветуешь людям, которые находятся в таком периоде сейчас? Ничего, потому что каждый человек, мне кажется, сам ищет эти ответы, ищет решение справляться с такими ситуациями. И тут я точно не советник, потому что это все индивидуально, как мне кажется. Не знаю, это нормальная практика, частая у всех. Но у меня никогда не было такого, чтобы я прям навсегда, наверное, хотел закончить музыку. Это было, скорее всего, в таком возрасте еще, когда я был помладше, когда еще не относился так серьезно к этому всему. А потом, когда ты уже поступаешь, тем более в такое место, ты понимаешь, какая на тебе лежит ответственность, какая работа должна быть проделана за все пять лет обучения в консерватории, еще потом на аспирантуре. Поэтому тут уже и мыслишь по-другому, и просто понимаешь, что нужно стремиться делать, а остальное как-то само пройдется. Девочка задала очень интересный вопрос. Цитирую. Как отвертеться от родственников, утверждающих, что это не профессия, и я проживу бедную жизнь? Я никогда с такой проблемой не сталкивался, потому что у меня вся семья музыкантов. У меня абсолютно все учились в музыкальной школе, но никто не пошел по музыке дальше. Но я согласен с тем, как моя мама твердит до сих пор, что любой воспитанный человек, любой вообще человек должен заниматься музыкой хотя бы в детстве для общего развития. Потому что это действительно круто. Немногие, конечно, идут дальше, потому что я даже не знаю, если бы моя мама, я, наверное, дальше не пошел бы по музыке. Потому что все равно это приходит в таком осознанном возрасте, когда ты понимаешь, что тебя ждет на пути к той самой вершине, сколько нервов, сколько слез, сколько всего тебя ждет впереди. Поэтому я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я говорю, я не сталкивался никогда с таким, у меня вот вся семья музыканта. Но, наверное, не слушать просто и доказывать ничего не надо. Ну, а что ты докажешь? Просто нужно делать до того момента, пока у тебя не пойдет все в гору, пока не пойдут успехи, пока тебя не начнут уважать в этой сфере, пока ты не начнешь получать первые свои финансы. Ну, то есть музыканты и бедная жизнь – это не про одну историю? Думаю, нет. Но ведь очень часто люди говорят о том, что действительно они закончили консерваторию, пошли преподавать просто в музыкальную школу и зарабатывают небольшие деньги. Можно пойти не просто в музыкальную школу, а в специализированную школу. В частную. В частную школу, да. Ну, то есть это выбор каждого человека и то, как он строит свою жизнь, да? Да. Чаще всего встречаются ребята, у которых родители – музыканты, и наоборот толкают вперед и заставляют заниматься, и хотят, чтобы их дети были музыкантами, да? А такое достаточно редко встречается, мне кажется. Тем более, да, когда есть такой рвень от самого человека, который хочет доказать прежде всего родителям себе то, что вот у него все получится, да, я думаю, действительно должно все получиться. Ну да, мне кажется, если вы горите и безумно любите это дело, не нужно уходить, и когда-нибудь вы придете просто к тому, что жизнь вам ответит. Да. Удача любят работящих. Да, правда. Часто ребята создают дуэты, камерные ансамбли, вместе выступают, создают свои проекты, участвуют в каких-то проектах, единоразово выступают, да, что мы называем халтурой. Вот расскажи, ты принимаешь участие в каких-то таких интересных мероприятиях, и вообще как развивается твоя профессиональная жизнь вне консерватории? Да, конечно, я принимаю участие в таких мероприятиях. Одно из них сейчас наверняка самое интересное пока что в моих музыкальных работах – это съемки фильма Насти Ивлеевой «Мальвина». Я сейчас принимаю там участие в качестве пианиста вместе с квартетом, поэтому у нас уже был один первосъемочный день, в понедельник мне опять нужно будет туда ехать. И устаешь, конечно, из-за того, что там, получается, с 11 до 11 полная смена, бывает, она задерживают, но все равно это что-то новое, что-то очень интересное, плюс и денежный приз получает в конце съемок. Поэтому меня все устраивает, мне все нравится. Касаемо других проектов, ну, сейчас я больше готовлюсь к конкурсам. Вообще у тебя есть продюсер или каким образом ты находишь себе вот эти вот халтурки? Голстайна. Не, ну, правда, я не хочу раскрывать моих поставщиков. Ну, понятно, просто интересно весь, многие не знают, как находить себе какую-то дополнительную работу, подработку, да, и какие-то проекты, а хотят тоже участвовать. На самом деле существует огромное количество телеграм-каналов, огромное количество сайтов, где также ищут подработки. Все, заканчиваем. Да, там Костя Хачкян идет. Господи, все. Много еще? Нет, все. Все? Да! Нет. А что ты сел-то сюда обратно? Все, можно идти? Да. Другие подписчики, всем здравствуйте. Мы сняли влог Меланы. Теперь склейка. А также не забывайте делать красную кнопку, серую кнопочку подписаться, ставьте колокольчик и не пропускайте новое видео. Трансгрессируем, как в Хогварсте, на небеса.